Всем привет! Меня зовут Алина и я арт-директор мидкорного проекта в компании Wiser Games. Также я являюсь арт-менеджером 2D отдела казуальных проектов. За годы работы я получила множество вопросов. Как попасть в индустрию? Что для этого нужно? Что я должен уметь? Что мне нужно делать? И я понимаю, что действительно информации очень много и есть риск просто утонуть в подходах. Мой ответ всегда один. Это маленькая пошаговая инструкция, которая в свое время помогла мне и друзьям, уже коллегам в индустрии, которые ей воспользовались. Компьютер, графический планшет, да, вам все же необходимы. Вы можете виртуозно владеть навыками традиционного рисования, масляной живописи, пастели, акрила. При этом практические навыки цифрового рисования крайне важны. Компьютер и планшет могут быть любыми. Главное, чтобы они выполняли свою основную функцию, не лагали и передавали картинку на экран. Я долгое время с любовью и комфортом рисовала на планшете вакуум бамбу и до сих пор трепетно его храню. Для цифрового рисования есть множество программ. Сай, Крита, Иллюстратор. Я бы рекомендовала все-таки остановить свое внимание на программе «Эдап Фотошоп». Важно найти игру, графика которой вам будет нравиться. Обратите внимание на игру с красивейшей графикой, в которой уже долгие годы играет ваша мама в одноклассниках. Или игру с захватывающими экспедициями, в которую рубятся все ваши друзья. Найдите игру, которая вам будет симпатична и графика которой вам будет по душе. Вам важно играть в игры. Поиграйте в игру, выникните в процесс, изучите графику и особое внимание уделите игровым иконкам. Потому что именно с игровых иконок я рекомендую начать свое обучение рисования в CG. Вам важно понять, про что игра. Возможно, игра про золотую лихорадку. Или про то, как зомби хочет стать человеком. Или про приключения и любовь. Подумайте, какой посыл несет визуал игры. Как этот посыл передан через палитру. Как этот посыл передан через пластику линий. Проанализируйте пластику линий и палитру игровых иконок. Подумайте, какие бы пять предметов, пять объектов, по сути, пять иконок могли бы быть в этой игре, наряду с теми, которые там уже есть. Королевская книга, таинственный ключ, магическое зелье. Определите пять объектов, которые будут теми пятью иконками, которые вы впоследствии будете рисовать. Референсы – это мощнейший инструмент в работе каждого художника. Они тренируют насмотренность, они помогают генерировать классные идеи, при этом не изобретая лишний раз велосипед. Я рекомендую для поиска референса использовать ресурс Pinterest. Важно искать референсы по нескольким направлениям и четко обозначить, что конкретно я хочу получить от референсов и для чего мне это нужно. У вас есть компьютер, есть графический планшет, вы установили Photoshop, вы подобрали пять иконок, вы подобрали к этим иконкам референсы. Все, теперь ваша задача практически отрисовать эти иконки. И да, я понимаю, что на этом моменте должен появиться мем, как нарисовать сову. Дело в том, что в интернете есть любая инфа и инфы, как нарисовать иконку пошагово, огромное количество. Она бесплатно, на русском языке и в открытом доступе. Даже самая красивая картинка, самая качественная картинка может быть полностью уничтожена неграмотной подачей. Создавайте иконки и после этого обрабатывайте края, убирайте лишний мусор. Грамотно и выгодно располагайте иконки в формате вашего листа и подбирайте какой-то нейтральный не кричащий фон. Если вы про себя не расскажете, а вас никто не узнает, создавайте иконки, оформляйте их, исчерпывающе подписывайте и выкладывайте. Я бы рекомендовала выкладывать свою портфолио на ведущем ресурсе для художников ArtStation. Будьте увереннее, смелее, трудолюбивее и вас обязательно заметят. Желание и усердие всегда оценят и с радостью предложат вам пройти путь от жена и выше в своей команде. Удачи!